Государственное предприятие «Железная дорога Молдовы» будет реорганизовано. Согласно решению правительства, оно будет разделено на три независимые компании, которые будут заниматься инфраструктурой, пассажирскими перевозками и транспортировкой товаров. Так, вместо ЖДМ появятся Акционерное общество «Железнодорожная инфраструктура Молдовы», Акционерное общество «Грузовой железнодорожный транспорт», Акционерное общество «Железнодорожный пассажирский транспорт». Согласно проекту Министерства экономики и инфраструктуры, в течение месяца с даты вступления в силу решения будет создана комиссия по реорганизации ЖДМ путем разделения, в которую войдут представители учредителя, Минэкономики, Министерство финансов, Министерство юстиции и предприятия, проходящего реорганизацию. Предусматривается, что активы, являющиеся достоянием государства, будут переданы акционерным обществам только с правом управления. Это решение не новое. Оно было представлено в концессии реструктуризации железнодорожного сектора и государственного предприятия «Железная дорога Молдовы» на 2018-2021 годы, принятой два года назад правительством Павла Филиппа, которое так и не инициировало эту процедуру. Фактически ни у бывшего, ни у нынешнего руководителя не было другого решения, так как ЖДМ находится в сложном финансовом положении, а внешняя помощь предоставляется при условии реорганизации. В течение последних 5-6 лет государственное предприятие понесло убытки в размере около 1 млрд леев при годовом обороте всего в 1 млрд леев. Потери увеличились в последние годы из-за уменьшения количества пассажиров, особенно в сфере международных перевозок. Техническое состояние не лучше финансового. Согласно инвестиционному плану ЖДМ на 2014-2020 годы, железнодорожная инфраструктура Молдовы потребует инвестиций в размере почти 300 млн евро к 2020 году для повышения качества и безопасности. Срок службы основного подвижного состава локомотивов и вагонов с купе далее не может быть увеличен. Кроме того, эксперты из компании, которая консультировала правительство два года назад, утверждали, что банкротство ЖДМ неизбежно в ближайшие три года, если правительство не выделит денег или не будут проведены глубокие реформы с учетом технической, финансовой и рыночной ситуации в железнодорожном секторе. Продолжение следует...